Вместе с динамикой коронавируса в стране растут и цены на продовольственные товары. С импортом оно и понятно. Все зависит от курса валют. А вот цены на отечественную продукцию, что же происходит, давайте выясним сегодня. Здравствуйте. У нас в гостях сегодня человек, который владеет официальной информацией по ценам в Алматинской области. Хочу представить пресс-секретарь Акима Алматинской области Халмурад Жукель. Здравствуйте. Давайте начнем с того, вот говорили власти, что повышения цен не будет, но однако это произошло. Цены на продовольственные товары повысились не везде, может быть, но в ряде базаров и торговых точках. Здесь в первую очередь халатно отношение наших коллег с регионов, которые допустили такой произвол. Каждую неделю раз в два-три дня Аким области проводят в селекторном режиме совещания с Акимами регионов. Действительно в ряде регионов было допущено такие факты. Значит, что сейчас делается для недопущения подобного? Мы из 19 социально значимых товаров, наша область производит 17 видов, и все они находятся в нашем регионе. Но, к сожалению, нет такой работы, не было, точнее, такой работы, что Акимы отдельных регионов между собой проводили какую-нибудь интеграцию. Обменили с тем или иным товаром, то, что в свою очередь позволило бы сдерживать цену на рынке. Теперь мы перешли на ручной режим управления, то есть непосредственно этим вопросом сейчас, этот вопрос находится на контроле Акимов области, а непосредственно занимается ряд заместителей Акимов области. Значит, нами был проделан мониторинг, какая продукция необходима тому или иному региону нашей области. И ввиду поставленных заявок мы уже обеспечиваем товары. Допустим, мука у нас в Карасайском районе производится, Азия Агрофуд, реализация идет по 130 тенге, прошу прощения, 130 тенге за килограмм. При заявке районов 792 тонны, по факту мы отгрузили на первом этапе 219 тонн. Ну и еще будут идти поставки муки. Также у нас по сахару, допустим, районы запросили 375 тонн, по факту мы уже больше дали, то есть 407 тонн, это в регионы. И так и далее идет. Сейчас этот вопрос находится на контроле. Есть факты спекуляции, мы этого не отрицаем. Есть недобросовестные лица, которые, пользуясь таким случаем, необоснованно завышают цены. Здесь же обратно вопрос к регионам. Еженедельно должны проводиться мониторинги. Допустим, на той неделе Акимовласти сам пошел в один из крупных супермаркетов нашего города, проверил цены. И какие там цены? Цены соответствуют нашим требованиям, потому что Магнум является одним из таких крупных супермаркетов, сеть супермаркетов. Но мы здесь должны понимать, что не во всех районах есть такие супермаркеты. Вот сейчас за моей спиной крутят ряд магазинов. Чуть позже я остановлюсь, зачем это надо и что мы намерены делать дальше. Вот эти проводимые рейды, Акимобласти, Акимгорода, все соответствующие службы проводят рейды по магазинам. Они какие-нибудь результаты дают? Ну, Магнум понятно, для них будет эта реклама. Вот у них люди начали закупаться, поскольку у них цены более стабильные. А вот в мелких магазинах, к сожалению, цены меняются. Значит так, выявлено несколько фактов. Когда приезжала комиссия, цена была А другой. Когда уходила комиссия, ценник автоматически менялся. Мы эти факты все выявили. Если режиссеры покажут, мы хотели показать предельные цены на продукты питания. И там как раз такие, в этом слайде, его можно даже отдельно потом... Покажите третий слайд. Третий, где цены? Вот. К сожалению, качество оставляет желать лучше, но тем не менее, это цены на товары. Кроме этого, мы, наверное, с руководством телекомпании тоже проработаем. Здесь внизу есть адрес, куда можно отправить заявление. То есть следующим образом это делается, фиксируется цена в магазине, заполняется простое название. Там фамилия, имя, адрес, район и название магазина. Отправляется, и дальше это все будет проверяться. Если, допустим, мы сами не будем требовать этого, чтобы цены были сдержаны, и будем, так сказать, все это, грубо говоря, проглатывать, то некоторые нерадивые наши предприниматели и далее будут повышать цены. Но, конечно, здесь стоит обратно-таки отметить, что то, что требует Аким области, местные районные Акимы должны работать и не сидеть в кабинете, идти в магазины, проверять, как идет поставка, какие есть проблемы. Сейчас, допустим, мы усилили приграничные пропуска, даже межрайонные. Все проходят, но не все проходят, но для грузового потока, особенно продуктов питания, мы сделали значительный такой хороший зеленый коридор. В свое время, когда еще граница была закрыта, мы вышли с инициативой, чтобы открыть Казахстан-Китайскую границу в пропускном пункте Нуржуэлэ, для того, чтобы обеспечить продовольственные товары на рынке Казахстана. И то же самое сейчас делается, хотя требования усилены, но, тем не менее, товары первой необходимости и, в первую очередь, продукты питания мы пропускаем. Хочу напомнить нашим телезрителям, программа сегодня работает в прямом эфире, поэтому вы можете позвонить по телефону 400109, код города 87282, и задать свои вопросы именно по ценам нашему сегодняшнему гостю. Также на ваших экранах есть номер WhatsApp-мессенджер, можете ваши вопросы написать, мы здесь озвучим. Здесь уже начали поступать вопросы, и вот прежде чем озвучить, давайте мы посмотрим сюжет. Это не сюжет, просто люди вот снимают и отправляют. Это у нас с Ильинского района поступило. Это у нас с Ильинского района. Все, спасибо! Это уже вы видите понятно, нам все снимают. Вы уже сами хорошо сказали, главное населению не сидеть сложа руки и показывать, где какие-то цены. Хотелось бы узнать, как в Алматинской области складывается ситуация, вот в Утигене вот такая ситуация сложилась. Во-первых, мне непонятно, как идет торговля в таком состоянии, как люди покупают. Большой вопрос нашим коллегам из Ильичского района, надеюсь, они нас слышат, надо проверить. Так продукция продаваться не должна, особенно в наше время, в подобное время, на лицо антисантерии. Что касается цены, я видел изображения повернутые, но я не видел муку. Муку показали? Какая мука? Высшего сорта, либо первого сорта. У нас в 19 наименованиях социально значимой продукции числится мука первого сорта. Подобное видео мы тоже очень много видели в плане своей работы. Нас отмечают, отмечают в таком области. Мы проверяем, значит, говорили, что завышенная цена, стоимость 12 тысяч тенге. Мы здесь должны сразу сказать, на этом видео была мука высшего сорта. Мы мониторим муку первого сорта, которая идет в массовом, основном объеме потребителей. Вот здесь цена должна быть, да? Да, вот как вот здесь, она еще будет корректироваться. Что касается, что мы теперь намерены сделать? Недавно прошло совещание под председателем Акима области. Наши СПК ЖИЦУ и Управление предпринимательства предложили следующий вариант развития, как мы будем сдерживать цены. До сего момента мы принимали моменты такие. У нас есть стабилизационный фонд, в этом и продукция определенная. По тем или иным причинам вырастает цена на ту или иную продукцию, но она у нас заранее заготовлена. Мы берем со складов, делаем интервенцию на рынке по удешевленным ценам. Вот этот товар, который понялись, он немного спускается, мы держим на той цене. Ну, по крайней мере, пользовались этой системой. Теперь же мы намерены действовать точно. То есть до этого времени крутили магазины, эти магазины... Давайте мы сейчас эти магазины покажем, обо всем расскажем. Сначала давайте телезрителю ответим. Задавайте свой вопрос. 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 Вышла с такой инициативой. То есть, как я уже говорил, у нас из 19 социально значимых продуктов, товаров, продуктов питания... Есть еще один, оказывается, телефонный звонок, чтобы телезритель не ждал. Мы вас слушаем. Задавайте свой вопрос. Задавайте свой вопрос. Задавайте свой вопрос. Задавшиço. Давайте продолжим. Пусть покажут вот эти магазины. Кадры магазинов покажите и вот расскажите, что с этими магазинами, какие-то у вас планы есть у Акимовой области. Повторюсь еще раз. Из 19 наименований социально значимых товаров у нас выпускается 17 видов. Значит, теперь предлагается кредитование, выделение бюджетных средств для стоп-фонда и направить эти средства в виде кредитования нашим товаропроизводителям, чтобы они из этих средств. То есть, когда мы выделяем средства нашим товаропроизводителям, естественно, себестоимость падает, снижается точнее. И благодаря этому мы можем реализовать в наших магазинах, которые уже наши коллеги с регионов обозначили. Вот мы видим в экране Аксулский район. Это выбрали наши коллеги. Это получается в каждом районе по несколько или там 2-3 магазина? По несколько магазинов. Мы туда будем поставлять нашу продукцию, 17 видов. И, естественно, это будет точный удар по снижению цены. Почему? Потому что ни для кого не секрет, в районных центрах магазины, находящие в центре, соседствуют. Мы это видим во всех регионах нашей области. Если снижается цена одного из крупных магазинов в районе, значит, соседи тоже вынуждены будут снижать эту цену. Либо договариваться с ними. Это здоровая конкуренция? Я скажу, это точные меры по снижению ценного продукта питания. То есть, и сдерживание этих цен. Это отличная идея. Уже завозятся продукции? Когда уже начнут? Когда людям пойти в эти магазины и купить подешевле? Сейчас уже идет подготовительная работа. Главное, что Аким поддержал. Наши коллеги просили 500 миллионов тенге. Сейчас Аким область сказал, давайте 1 миллиард тенге выделим на разработку этого плана. Потому что это не только поддержит наших товаропроизводителей в области, но и даст эффект по снижению цен на продукты питания. Хорошая идея, действительно. Сейчас давайте я озвучу вот эти вопросы, которые поступили сюда. Вот пишут на всех, тоже не отметили, какой базар на всех базарах. Дорогие цены на продукты. Пишут Отиген Батер. Вот второе сообщение. Отиген Батер, магазин Санри. Вот здесь даже хлеб продают по 140 тенге, пишут. Ну, по Элийскому району, наверное, потом какие-то... Ну, это тоже сигнал. Если вы помните, в одном из предыдущих выпусков казахской изучной версии данной программы, к нам два раза за эфир поступал сигнал с Уйгурского района. Да, да, да. Наверное, было незамедлительно принято решение. Я думаю, то, что мы тоже этот магазин и район в целом проверим по ценам. Хорошо. Есть телефонный звонок. Мы вас слушаем. Говорите. Говорите. Салима Цызва. Салима Цызва. Салима Цызва. Салима Цызва. Салима Цызва. Спасибо. Я думаю, что это очень важно. Я думаю, что в этом году, в Кегене, Раймбеке, в Картопе, в Картопе, в Картопе, в Картопе, в Картопе, в Картопе, в Картопе. В Картопе, в Картопе, в Картопе, в Картопе. Если вы хотите позвонить и задать вопрос напрямую нашему гостю, тогда набирайте номер 400109, код города 87282. А вот на WhatsApp мессенджер вы можете свои вопросы написать. Мы здесь в студии озвучим. Но в эти 17 наименований памперсы не входят. Не входят. Но в любом случае цена их контролируется? В любом. В первую очередь, смотрите, сейчас были факты того, что вырастили цены на антисептики. Некоторые виды антисептиков. Была попытка спекуляции на рынке обычного даже мыла. Но сейчас с этим вопросом мы уже разобрались. Насчет памперсов. Да, действительно, вопрос хороший. Давайте мы обдумаем. И действительно, это тоже товар широкого потребления. С учетом того, что у нас в стране демографический бум, дети растут, мы растем. Поэтому давайте мы рассмотрим этот вариант. Действительно, очень хороший. Вы себе отметьте, пожалуйста. Есть телефонный звонок? Говорите. Мы вас слушаем. Мы вас слушаем. Мы вас слушаем. Далее говорят магазины, где будут подешевле продаваться продукции. Как узнать по каждому району? Может куда-то позвонить или в центре где-то у кого-то спросить? Когда мы обозначим, уже получим финальный вариант данного проекта, я вам представил проект, мы сделаем очень хорошие инфографики, очень хорошие ролики, будем транслировать на нашем телеканале, работать будем через социальные сети, местные жили и так далее. Будем даже изготавливать плакаты, будем вешать их во всех социальных объектов, чтобы люди знали, куда идти. Люди это увидят, надеюсь. Есть телефонный звонок. Мы вас слушаем. Солюбатство. Алло. Мы вас слушаем, говорите. А, это на русском, да? Да, да. Я из Текили, из города Текили звоню, Алматинская область тоже. У нас, знаете, в аптеках ни одной перчатки нету, нигде, ни в одной аптеке перчаток нету. Ну, бывают такие медицинские перчатки, обыкновенные такие. Ни перчаток нету, ни антисептиков нету. Масок там, не знаю, бывает в одной аптеке, наверное, а так вообще и масок нету. Спасибо. Начну с последнего. Маски у нас в Текили очень хорошо шьются. Аким города Бахтир Алтаевич недавно нам даже передал гостинице. Мы увидели, как там шьются. Если не ошибаюсь, мы даже по телеканалу ЖИЦУ у нас показывали этот сюжет. Как у меня, многоразовое используется, но проблем нету. Как у вас, эффект его не больше двух часов. То есть вам приходится каждый раз сумку уложить по пять с учетом вашей работы. А я вот, пожалуйста, надел и вечером уже на диспекс поставил и надел свою подменную маску и так далее. Теперь, что касается перчаток, давайте мы выясним. Насчет антисептиков тоже сейчас у нас, по крайней мере, в последний момент жалоб не было. По антисептикам мы тоже посмотрим. Значит, появились, закончились, видимо. Мы вас слушаем. Говорите. 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 Какой магазин, если вы хотите, чтобы вы не хотите, чтобы вы не хотите, чтобы вы не хотите. Они корсет поясняты. Нет, мы не хотим. Соган жверуге болады. Да. Жасы, жасы болыңыздар, корривынады мы соган жвертырастыр. Есть телефонный звонок? Саламатсыз. Саламатсыз. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...